Привет друзья! Сегодня на обзоре будний блаженный вскрылись новые факты с чего началось и почему все так как по маслу как нам лжет наша вернее ваша любимая блаженная которая является прихожанкой некой организации но я думаю вы поняли о чем я говорю о том что она у нас христианка ходит в церковь была она воспитанницы детского дома который находится при церкви все это знают об этом есть информация то есть этот человек очень много лет является прихожанином церкви так вот сейчас я вам покажу что все началось с того что церковь объявила что надо снимать положительные видео про многодетные семьи для того чтобы повысить рождаемость все меня спрашивают с чего бы это почему бы это вы сейчас видите что первое видео появилось на канале 24 марта а 28 января двадцатого года рпц предложила улучшить рождаемость сериалами про здоровые семьи митрополит иларион в программе церковь и мы сказал что нового материнского капитала на первого ребенка который предложил президент владимир путин недостаточно теперь нужно снимать сериалы про здоровые отношения и правильных семей предложил митрополит иларион в программе церковь и мы так то по его мнению сюжет российских сериалов часто строится на отношениях мужчин с женщиной и любовницей но темы верности здоровых отношений и многодетных семьей там не освещаются просмотр таких фильмов по словам представителя рпц привел его к выводу что если мы хотим существенно повысить наши демографические показатели то никаких материальных пособий будет недостаточно нужно работать над тем чтобы менять сознание людей добавил митрополит выразив надежду на то что при новом министре культуры ситуация изменится вот мои дорогие вам и ответ не прошло и двух месяцев как создали канал на youtube с нашей блаженной вот вам мои дорогие и ответ откуда финансирование откуда все что вы видите сейчас на экране этого youtube канала то есть рпц решила что надо снимать сериалы а что нам может помочь или им или всем только youtube и youtube сейчас очень большое влияние оказывает на мозги зрителей на мозги подписчиков и действительно идет реклама многодетности что нам показывают просмотры этого канала и как мы все понимаем она находится на зарплате никакие полностью деньги ей не достаются иначе бы зачем она брала ипотеку потому что если считать по минимуму за все время существования канала по минимуму потому что естественно сколько она получает мы не знаем точно но ее просмотры это сайт social blade вы знаете что такое существует вот ее просмотры за все время 83 миллиона просмотров я посчитала по ее просмотром доходы и если берем по минимуму за все время существования канала она заработала 4 миллиона 629 тысяч это включает полгода которые оплачиваются примерно 40 процентов от просмотров но так как у нее очень большие просмотры увеличились в два раза ее доход практически не пострадал и то что она постоянно рекламирует тот или иной товар она берется это тоже деньги мы это не можем учесть в нашем расчете то есть здесь естественно еще плюс доход но если она за все время существования канала заработала практически четыре с половиной миллиона рублей да то где деньги зин зачем же тогда она взяла ипотеку ее дом стоил приблизительно 5 миллионов дом недостроенный есть информация что этот дом сначала стоял за 10 миллионов рублей в продаже а потом он снизился до 5 миллионов за сколько они купили неизвестно возможно меньше зачем тогда ей брать ипотеку если у нее были деньги на этот дом это вам ответ да она платит за съем дома 100 тысяч рублей но она оплатила и за съем квартиры 45 тысяч рублей она это тоже озвучивала да конечно она стала лучше питаться но начиная с осени 20 года даже с лета она уже начала рекламировать те же магазины доставку магазинов то есть она уже начала получать плюс к доходу с youtube еще и доходы с рекламы да она стала покупать некоторые вещи но в основном вся одежда вся посуда это приходит к ней на рекламу то есть она ничего не тратит няня у нее бесплатная на это есть видео и есть сбор благотворительного фонда на оплату бесплатной няни то есть начиная с 7 детей к ней приходит няня раньше няня приходила на два дня теперь няня уходит на два дня то есть ее до сих пор содержит этот фонд содержит это религиозная организация то есть ничего в общем то не изменилось этот человек находится на зарплате как мы с вами понимаем да то есть получается что рпц объявила что нужны сериалы вот вам пожалуйста блаженная а у блаженной есть подруга которая была с ней же в детском доме да мы все это тоже знаем и это подруга открыла свой такой же канал с октября даже по моему сентября сейчас мы посмотрим это многодетная подруга открыла свой канал 17 сентября двадцатого года ну та подруга которая ходит на дни рождения которая рекламирует тот же товар но это немножечко другой формат видео но тем не менее этот формат видео тоже финансируется из той же конторы у этой подруги из детского дома где воспитывались вместе наша блаженная и многодетка с восьмью детьми с мужем который также работает при этом же фонде при этой же религиозной структуре она не скрывала это никогда она более честная более открытая и более как бы приближена к нашей реальной жизни вот то что она показывает как бы более входит в понимание жизни что тогда действительно люди живут вот самого начала она показывала как она делала заготовки для своих детей вот в последних видео она показала как они купили 90 килограмм мяса и заготовили на всю зиму это реально так живут люди но почему-то продюсеры и режиссеры решили вот блаженную показывать вот в таком каком-то нереально ванильном зефирном виде но хорошо два канала два продюсируемых канала которые как мы понимаем благодаря выступлению представителя рпц вот они реклама многодетности но судя по тому что подруга с восьми детьми из того же детского дома недавно выпустила видео как она жила в детском доме как ее наказывали и наказание то были если плохо себя ведешь это просто вот не знаю нож сердца наверное моего что ограничивали не давали общаться с родственниками то есть ограничивали общение с родственниками вы представляете ребенок себя там по понятиям воспитателей плохо вел и ребенок не мог в качестве наказания позвонить своим родителям не говоря о том что уже родители там приезжали или нет и этот ребенок подруга с восьми детьми блаженный потеряла родители в тринадцать лет так вот из рассказов подруги нашей блаженной мы услышали что в этом детском доме подавлялась психика детей и именно поэтому я думаю что блаженная ведет такой образ жизни что воля что неволя все одно и так как блаженная при живых родителях бабушках именно двух бабушках у которой недавно было видео как они ходили в гости к бабушке по отцу которая занимается вышивкой рисованием то есть живет в свое удовольствие но эти бабушки не взяли девочку к себе на воспитание когда возникли проблемы а именно потому что проблемы были самой девочкой видимо эта девочка в детстве в 13 лет уже хотела размножаться чем она и занимается в настоящее время но так как эта девочка вышла из детского дома с ненормальной психикой как мы уже понимаем что она действительно ведет ненормальный образ жизни для 21 века что она променяла учебу работу полноценную жизнь возможно даже какие-то научные исследования чем бы она могла заниматься если бы получила профессию ну просто расти как-то развиваться получать новые знания путешествовать да иметь детей но не столько чтобы погрязнуть утонуть в этих памперсах какашках соплях то есть этот человек променял все на один единственный животный инстинкт размножения и этот инстинкт сейчас нам преподносит так что это достижение что это благодействие что это благое дело но это не благое дело это рождение детей на на мучение чтобы эти дети не могли получить хорошего образования потому что это платно как девять детей учить платно это сколько надо денег но если конечно будет помогать церковь и благотворительный фонд в случае блаженной так это конечно другое дело да блаженная родила столько детей что она не может даже спокойно я не знаю сходить в туалет я думаю зачем зачем в двадцать первом веке столько детей которые не могут получить твою любовь почему я недавно посмотрела видео двухлетней давности где она еще показывала как дети общаются с ней и между собой и одна девочка заплакала потому что другая девочка тоже пришла помогать маме вы понимаете как дети борются за внимание этой матери потому что они не получают его как только ребенок родился новый сразу старый хоть ему и год становится большим и переселяется в комнату к большим детям и уже не получает того внимания которое должен получить этот ребенок хотя бы до трех лет и эти двое детей от второго мужа на особом положении я уже об этом говорила ну а что касается ее второго мужа так он беженец он приехал представляете с какой то тьму таракань украинской деревни у него образование техникум ветеринарный вернее даже сельскохозяйственный ну как сказала блаженный он ветеринар да именно ветеринар никакой не стоматолог он много денег не зарабатывает он просто служит при церкви и никакой он не руководитель этой организации не вышел одним местом чтобы быть руководителем он просто беженец пристроился к церкви и получил там вот эту вот даму в нагрузку а почему он взял ее семью детьми да потому что это московская прописка все он теперь супер пупер потому что просто так семь детей себе не взвалишь на шею и вы видели какая у него была реакция когда она сообщила ему что у него будет ребенок еще один так там же как не совсем нормальный человек ржал слова не мог сказать хи хи ха ха фу даже противно было быдло ни о чем мальчик с деревни с техникумом кое как закончил наверное вот тебе и пожалуйста к церкви пристроился если ее первый муж был действительно москвичом пытался что-то сделать и в то время ему так не помогали и ей потому что они все-таки получали там какие-то копейки а здесь она конечно же ведет канал она говорящая голова она артистка она получает хорошую зарплату как в общем то теперь ее и второй муженек а первый муж также открывал каналы у него было три канала на youtube то есть церковь пыталась что-то сделать но не было такой установки на многодетность а это совсем другие деньги совсем другое финансирование как вы понимаете вот вам пожалуйста вот откуда это вот откуда оттуда что РПЦ решила повысить рождаемость путем показа кино о хороших многодетных семьях и о многодетности вот вам и пожалуйста вот вам пожалуйста откуда вся эта сказка про непонятную женщину без образования которая рожает каждый год практически если первые видео действительно были похожи на правду что-то там дети возле нее кружились действительно вот как дети и делают мешали ей убираться помогали ей готовить в кавычках то есть мешали то сейчас она вылизывает все и не она видимо а идет контент который устраивает зрителей на который можно хорошо заработать не только для них как для семьи как для артиста а именно как для организации а организация потом просто выплачивает какую-то определенную фиксированную сумму для этой семьи вот вам и пожалуйста вот почему она не смогла купить на свои же так сказать заработанные деньги себе дом потому что она не получает тех денег она артистка в последнем видео блаженное пробило дно ну то есть она показала как она врет на протяжении всей своей жизни и видимо это ее защитная реакция но она умеет врать умеет этим пользоваться и пользуется когда она сказала что упала и повредила ребра я поверила но когда она открыла рот и стала рекламировать врачей по интернету сайт на котором якобы врачи якобы помогают тебе по телефону полечить тебя а она акцентировала внимание что дети болеют и нужно у кого-то проконсультироваться вот именно сейчас потому что прием врача стоит 2000 а вам тут по интернету вылечат вас и ваших детей хотя сама вообще не ходит к врачам и даже не делает прививки но это была последняя капля это была последняя капля как можно рекламировать около врачевную организацию мошенников причем я быстро посмотрела про эту организацию отзывы и там были отзывы просто чудовищные вы представляете с помощью лжи блаженная рекламирует около врачевную организацию которая является практически мошенниками потому что многие писали даже врачи писали что они испортили мне репутацию потому что они меня рекламируют как будто я у них работаю на сайте на самом деле я к ним не имею никакого отношения вы представляете это практически то же самое что и мошенники мошенники блаженная не гнушается ничем она до такой степени опустилась что своей ложью втягивают людей вот в эти якобы врачебные организации где человек может просто упустить время для лечения и потерять свою жизнь и жизнь своих родных и близких детей это просто чудовищно это просто чудовищно этот человек пробил дно от того что у нее не хватает образования не хватает интеллекта чтобы понять что такие вещи делать ну не просто аморально а преступно представляете ну вот в общем то это одна из причин почему я сделала сегодняшний обзор сегодняшний обзор потому что я была просто возмущена может быть я бы и сделала этот обзор но попозже но раз ситуация сложилась таким образом что блаженная пробила очередное дно рекламой мошенников от медицины поэтому я сделала этот обзор очередной обзор и открыла вам тайну почему же именно этот канал финансирует церковь да потому что она считает что такими видео она повысит рождаемость в стране то есть РПЦ приложила усилия приложила свое финансирование именно в этот канал вложилась в этот и в канал подружки о которой я вам тоже говорила я не буду называть тот канал не хочу коверкать их фамилию потому что их надо как-то обозвать я потом придумаю и буду вам уже озвучивать второй канал который вы тоже знаете именно та подруга которая с восьми детьми приходит к ней на дни рождения а на этих днях рождениях почему-то блаженная их практически не кормит а потом прется к ним на день рождения своего ребенка и там они вместе варят сосиски ну в общем то вы знаете вы поняли о ком я говорю ну вот такой обзор у меня сегодня получился а также я хочу вам напомнить что видео мое развлекательное все совпадения случайно все персонажи вымышлены и я выражаю свое личное субъективное мнение а на этом мои дорогие друзья я сегодня с вами прощаюсь ставьте лайки пишите комментарии пишите я в общем то узнала о том что рпц приложила руку к этому каналу из комментария который появился на моем канале и когда я поставила ему лайк он исчез естественно я стала копаться в интернете по этому вопросу и нашла да и нашла эту статью именно эту статью о том что надо снимать кино про хорошие семьи многодетных ну все мои дорогие друзья на этом я сегодня с вами прощаюсь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока пока